МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И чемпионский настрой, главной составляющей спортивного успеха. Команды баскетболистов прошли муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Новые мячи для новых побед. Юные гандболисты получили инвентарь в рамках проекта Гандбол в школу. Планы на 2020 год руководство регионального Минспорта обсудило с ахтубинскими специалистами. На минувшей неделе депутаты приняли бюджет города Ахтубинска на 2020 год. Он бездефицитный. Однако будет совсем непросто решать задачи, справляться с проблемами, с которыми зачастую обращаются жители, говорят народные избранники. О плюсах и минусах главного финансового документа в первом сюжете выпуска. Бюджет без дефицита. В жизни города Ахтубинска такого документа не было давно. Денег в казне то и дело не хватало. Муниципалитет искал финансы на стороне. Инвесторы и меценаты – большой дефицит. Легче было с кредитами. Однако это брать легко, а вот отдавать – непросто. Плюс невыплаты подрядчикам. Город затянуло в финансовый омут, и это десятки миллионов рублей. Расплачиваться, не делая новых долгов, задача на следующий год. Руководство считает, что вполне выполнимо. У нас бюджет без дефицита. Это одна из мер, которые требуют, это необходимый мер для оздоровления нашего бюджета. Самая главная задача – не нарастить других долгов и погасить те обязательства, которые есть. Это самое главное. Вторым этапом оздоровления нашего бюджета – то, что мы сейчас проводим мониторинг всех имеющихся ресурсов. Используемые муниципальные имущества, будь то земли, будь то у нас, знаете, в сложном состоянии находится наш коммерческий сектор, который непонятно, отсутствие права статуса и нет поступления в наш бюджет. Мы приняли с вами налоговые ставки, которые уже должны принести определенный результат. То есть это целый комплекс мероприятий, которые должны в значительной степени увеличить доходную часть нашего бюджета, которые мы также имеем с вами возможность распределить на наши как раз наказы. Основные параметры бюджета 2020 года представила начальник финансового отдела. Доходы составят почти 306 миллионов рублей, из них собственные поступления – 154,5 миллиона рублей. Расходы вплоть до копейки равны доходам. Прогнозный план включает последующий двухлетний период. Мэрия надеется вывести бюджет на положительный уровень, чтобы профицит достиг 5 миллионов рублей. Главные расходы следующего года связаны с газификацией Петропавловки, переселением граждан из аварийного жилья, ремонтом дорог, благоустройством общественных территорий. На обслуживание государственного долга у нас предусмотрено 4 миллиона 550 тысяч рублей. Но, как сказал Сергей Владимирович, мы будем проводить работу, чтобы эту сумму уменьшить. В связи с тем, что мы готовим документы на опцию, чтобы снизить процентную ставку по обслуживанию принципального долга. Со стороны контрольно-счетного органа последовали рекомендации в главный финансовый документ. Некоторые противоречия в бюджете усмотрело руководство городской прокуратуры. Впрочем, документ еще будет дорабатываться. На это есть три ближайших месяца. Да и в дальнейшем работа по совершенствованию финансовой жизни города продолжится. То, что касается отсутствия нормативного акта по неналоговым доходам, да, действительно, просто предыдущего подвергло то, что наблюдалось со стороны злоупотребления, которое в дальнейшем приводило к увеличению обязательств. Если обрадили цифру, то она минимизирована. Она реальна, так как у нас все-таки есть имущество, которое реализуется. Да, вы план приватизации приняли. Оно там в пределах двух миллионов объектов, наверное, на шесть, да, вы вынесли на приватизацию. Да, я думаю, что это реально исполнимая цифра. Оно не приведет к никаким дальнейшим обязательствам. Но третье, вы обратите внимание, у нас нет дефицита. Еще раз повторюсь, мы в нулевом прозрачном бюджете. Такой прозрачный бюджет я никому когда-то принимался. Это говорит о том, что все сверхпринятые вами цифры, которые поступят, мы будем выносить на советы и не с вами распределяются. Бюджет будет прозрачный, доходы реальные. Поэтому, да, возможно, конечно, надо будет нам разработать этот норматив знак. Но все-таки моя позиция такова, чтобы не продавать наше имущество, а эффективно использовать. Эффективно использовать, да, и за два месяца мы уже три таких имущества, да, понимаете, уже сдаивали, которые будут постоянно приносить доход в бюджет. Вот мы нацелены именно в таком формате работать. Более месяца было у депутатов, чтобы как следует изучить все цифры, запятые и точки в городском бюджете. Пришло время принимать решение. Большинством голосов народные избранники поддержали основной финансовый документ. Лишь один депутат воздержался. Я присутствовал при формировании этого бюджета, когда каждое из структурных подразделений администрации свои планы приносило. То есть, так скажем, центральной группе, в которой там Вишня Галина Владимировна, сам мэр присутствовали. И они принимали решение, что оставить из тех планов. Если так посмотреть, из предыдущих лет получается, что этих предложений может быть на миллиард. У нас вот столько-то. Исходя из этого понимания, было сформировано весьма жесткий бюджет. Большинство комиссий согласились, что на данный год глава пускай реализовывает свои планы. Посмотрим, что это выразится и как. Единственный, конечно, вопрос, который как бы оставляется открытым, что, к сожалению, эти действия у нас проходят тот год, который юбилейный для нашего города. Это и 100-летие нашего грузовообразующей организации ГЛИЦ, и во-вторых 75-летие Великой Победы. И вот как раз в этот год нам надо как-то затягивать ремешки и экономить на всем. Утвердили депутаты в первом чтении и новое положение о приватизации городского муниципального жилищного фонда. Речь шла о бесплатной передаче жилья в собственность граждан по договору социального найма. Докладчик пояснил, что вопрос рассматривался на заседании профильной постоянной депутатской комиссии, претензий не последовало. Однако в рамках работы совета Ольга Порыгина заявила, что документ нужно доработать. Так считает не одна она, а целая группа депутатов, которые и было поручено сформировать дополнение. Предоставить муниципальное жилье работнику, жителю нашего города, то есть его нужно слушать. То есть человек должен себя показать, проявить. Десять лет он должен отработать, только потом уже он сможет это жилье приватизировать и решить, допустим, продать или оставиться дальше, или переехать в другой город, уволиться. Когда был передан фонд из Минобороны, это было тысячу с лишним квартир, сейчас порядка 500 с лишним очередников. Вот недавно был репортаж у вас по ТВ, да, женщина ждала 30, по-моему, 4 года квартиру, чтобы вот ее получить. Есть у нас и инвалиды, есть у нас и, допустим, льготники, которые воевали в горячих локальных точках. Это должна быть отдельная очередность. То есть как там продвигается. Вот хотелось бы, да, ближе быть к этой комиссии, когда вот сейчас решили, меня делегируют туда, там Александр Васильевич Татаринов уже работает, да, администрации от депутатов, чтобы мы по каждому очереднику, льготнику, либо кто вне очереди вклинился, что это действительно законно и основательно. Депутаты определили структуру аппарата совета, где будут работать два технических специалиста, делопроизводитель Наталья Аборина и юрист Александр Орлов. Кроме того, народные избранники поддержали кандидатуру нового председателя городского контрольно-счетного органа. Им стала Юлия Спаденюк. Татьяна Фомина, Виталий Просочкин, Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ. Администрации Ахтубинского района было принято решение о выставлении на электронные торги муниципального имущества. Ближайший аукцион состоится в следующем году, а пока все желающие могут осмотреть предлагаемые помещения и подать заявку на участие в торгах. Развитие темы у Ксении Масловой. Бывшее здание наркоконтроля по улице Ленина, 92, может получить вторую жизнь. Сейчас оно ищет нового хозяина. Нежилая двухэтажная постройка площадью 178 квадратных метров с ценой первоначального предложения в 1 миллион 493 тысячи рублей продается путем публичного предложения. То есть, как объясняют специалисты, снижением цены на 50% от установленной отчетом об оценке. Начало регистрации заявок на электронной площадке состоялось в прошлый четверг, 19 декабря. Окончание уже в следующем, 2020 году, 15 января. Непосредственно сам аукцион пройдет 21 января 2020 года. Следующее здание, отмеченное в плане приватизации, это нежилое помещение площадью 104 квадратных метра по улице Чкалова, 23. Начальная стоимость 694 тысячи рублей. Место расположения – район Владимировка, рядом с кинотеатром «Победа». Прием заявок по данному объекту начался еще 13 декабря. Окончание – 19 января 2020 года. Соответственно, и аукцион проведут в следующем году, 15 января. Из движимого имущества в данном плане приватизации содержится 5 автобусов. Это бывшие школьные автобусы, у которых истек срок эксплуатации для конкретных целей для перевозки школьников. Поэтому они были включены в казну муниципального образования «Ахтубинский район» и выставлены также на аукцион. Подать заявку на участие в торгах может как обычный человек или индивидуальный предприниматель, так и организация в целом. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте администрации Ахтубинского района в газете «Ахтубинская правда». По всем интересующим вопросам можно обратиться в кабинет номер 10 и номер 12 по телефону 40408 или 40405. Также по предварительному согласованию все имущество, выставленное на торги, можно осмотреть. К слову, денежные средства от продажи будут направлены в бюджет муниципального образования «Ахтубинский район». Ксения Маслова, Евгений Костюков, Сергей Вакулов, Виталий Просочкин, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ Ну а далее новости спорта. В декабре оранжевый мяч стал, пожалуй, главным спортивным инвентарем в соревнованиях среди учащихся. В Ахтубинске прошел муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Лучшие моменты соревнований в нашем следующем сюжете. В Ахтубинских школах на этой неделе кипели баскетбольные страсти. Юные спортсмены участвовали в муниципальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Принимают участие команды, которые зарегистрировались на официальном сайте «Кэсб». Сегодня у нас участвуют команды первой, шестой, четвертой школы, Покровская школа. Те, кто занимает первые места, они становятся победители чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». И путь себе пролагают, скажем так, на зональный этап. Площадками для проведения соревнований стали школы номер один и четыре. В спортивном зале первой школы боролись команды девушек. Открыли игры баскетболистки четвертой и шестой школ. Они показали хорошую игру со множеством интересных моментов, тем самым подтверждая, что оранжевый мяч не просто их любимая игра, но и то, что баскетбол в районе на хорошем уровне. Мы очень долго тренировались, мы очень стараемся, и я думаю, что мы достойны победы. Как сейчас играет команда? Какой счет на этом этапе? Мы выигрываем на одну очко. Соперник сильный? Да, четвертой школы достаточно сильный соперник, но мы стараемся и не отстаем. Наша задача сегодня – одержать победу над всеми командами. Мы для этого стараемся. Команда работает. 11-6 в пользу шестой школы был. Сейчас закидывают штрафные, как я вижу. И мы два раза попали! Так что сейчас счет изменился, скорее всего, намного. Еще больший накал страсти ощущался в противостоянии юношеских команд. Никто не хотел уступать. Так можно описать каждое сражение. Спортсмены боролись отчаянно. И каждый мяч, заброшенный в кольцо, вызывал шквал аплодисментов со стороны болельщиков. Сами игроки настолько переживали, что, комментируя соревнования, признавались, мол, играть могут лучше. Но пока не все идет по задуманному гладко. Команда играет не самым лучшим образом. Почему? Было лучше. А почему? Что не так сегодня? Не знаю, настроя такого нет. Счет точно, я не знаю. Команда третья, четвертая школа, мы третья школа. Успехов-то не слишком много, но стараемся. Переживали и наставники команд. А вот судьи соревнований любовались школьными спортсменами. Их подготовкой, слаженными действиями и красивой формой, что немаловажно, отметила Татьяна Токарчук, подытожив игру между четвертой и третьей школами, которая завершилась со счетом 32-15. Команда хорошая, все школы очень хорошие. Так что идут очко в очко. Это единственная первая сейчас такая игра, которая с большим преимуществом четвертая школа выиграла. А вообще все хорошие команды. Ребята замечательно занимаются. Даже форма вот красивая у всех уже. Раньше посмотришь, как-то каждый в своей форме приходит. А сейчас уже получается выигрывает, получается заинтересованная. И прям красивая игра, техничная. Судить приятно. Так что мы довольны. Впереди участие Ахтубинца в полуфинале, который пройдет в рамках зонального этапа соревнований уже в следующем году. Где он состоится, станет известно чуть позже, после проведения жеребьевки. Участие в зональных играх примут команды юношей и девушек четвертой школы, которые победно завершили муниципальный этап чемпионата. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баковская, Ахтубинск ТВ. О развитии спорта в области в целом на территории района в частности. Речь шла в кабинете главы Ахтубинского района. За общим столом тему обсуждали исполняющие обязанности регионального министра спорта Максим Федуров, руководитель муниципального образования Алексей Кириллов, областные, районные специалисты, а также Ахтубинец Дмитрий Шубин, который всей душой переживает за молодежь, ведущую спортивный образ жизни, за то, чтобы поддержка района из области была более весомой. Министр отметил, что в регионе продолжают активно развивать массовые виды спорта, которые для школьников постепенно становятся нормой жизни. Ну, обсудили то, что на данный момент уже сейчас принимает программа, это гонбол-школа, футбол-школа, запускаем проект еще самбо-школа, проговорили о том, что положительный отклик по программе «Дворовый тренер» пошло, обсудили, как будет 20-й год приходить в Ахтубинском районе, услышали Ахтубинцев, конечно, есть вопросы, которые нам надо вместе дорабатывать с муниципальным образованием, ну и, конечно, следующий этап, это нам надо браться за волейбол, баскетбол, очень хорошо развитый в Ахтубинске, поэтому будем направлять все силы на развитие данных видоспорта. Когда мы говорим футбол в школу, гонбол в школу, теперь вот еще и самбо в школу, что дают эти программы? Программы дают, во-первых, учителя физкультуры проходят специализацию, приобретается инвентарь, и, конечно, самое главное, что выстроен правильно соревновательный процесс, который на себя берет субъект, что позволит, конечно, Ахтубинским детям развиваться и получить шанс стать спортсменами. Цели плана этого года воплощены в жизнь, как будут, допустим, те же площадки новые, возможно, открываться? По стройке есть вопросы, есть вопросы по ГТО, скажем так, но в целом Ахтубинский район хорошо по спорту развивается, очень хорошая команда Алексея Анатольевича, конечно, здесь надо отметить огромную благодарность и сотрудник, кто развивает спорт, и управление образованием, для того, что идут на встречу, помогает, потому что детский спорт без образования невозможен. В рамках проекта «Гандбол в школу» учащимся четырех образовательных учреждений района вручили спортивный инвентарь. Доброе напутствие юным спортсменам дал директор школы Олимпийского резерва имени Гладченко Александр Криошин. Я очень рад, что поддержали проект «Гандбол в школу». Это действительно интересная игра. Надеюсь, что в дальнейшем с вас, ребят, вырастут настоящие спортсмены, которые будут представлять не только Астраханскую область, но и всю Россию. Новые мячи и другой инвентарь для игры в гандбол стали хорошим подарком для юных спортсменов, а также их наставников. Мечей нам не хватало. И чем больше мячей, тем больше загруженность уходных уроков. Ну, хорошо для детей, потому что они все заняты любимым делом. У нас есть свой гандбольный клуб. То есть занимается в нем около ста человек, начиная с первого класса и по одиннадцатый. Ну, определенно, неопределенно у нас есть успехи. На протяжении нескольких лет, даже семи лет, мы занимаем первое место в Ахтубинском районе среди школ нашего Ахтубинского района. Ну, и они также развиваются. Недавно мы ездили в Москву, летали. Это в марте к дизайну, второе место. В команде фронтарь. Я должен защищать фронт. Как у тебя это получается? Нормально. Играли с нижним клубом. Тогда играли только первый раз. Вот там так вот стоит кое-как, но зато все мячи отбивали. Когда мы только начинали играть в гандбол, мы часто, мы первыми местами занимались. А сейчас мы уже научились, уже тренировали тактики. Иногда бывает придумываем собственные. И сейчас у нас очень хорошо все получилось. Впрочем, не только мальчишки в гандбол сегодня играют и девчонки. Первые шаги с мячом в руках делают учащиеся шестой школы. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Ну, подвижно очень. Больше развиваемся, бегаем. Мы, наверное, больших достижений хотим. Выиграть чемпионат. В нашей школе секция есть гандбол для начинающих. Ходят, посещают секцию первые, вторые классы. И мальчики, и девочки, все вместе. Успехи есть, да. Мы уже полгода почти занимаемся. Мы уже в мячик хорошо, мы уже можем ударить по воротам сильно. С разных позиций, разным способом. У нас все прекрасно. Нам бы мячей побольше. Необходимым инвентарем оснастят также городскую спортивную школу «Победа», где в январе приступит к работе тренер по гандболу. Еще одно совещание в этот день было посвящено теме модернизации системы подготовки спортивного резерва Российской Федерации и разделению учреждений по типам задач и их деятельности. ДОСШ Ахтубинского района неоднократно показывала результаты и на первенстве области, и в составе сборных команд на Южном федеральном округе, на общероссийских соревнованиях. Есть все основания предполагать, что в школе целесообразно открыть отделение спортивной подготовки, куда будут переведены самые перспективные спортсмены учреждения. Таким образом, министерство тоже будет иметь полномочия помочь данному учреждению в виде субсидии на реализацию программ спортивной подготовки. В форме образовательного учреждения мы не имеем таких полномочий, поэтому сегодня мы встречались с руководством района, с тренерами, чтобы им разъяснить действующее законодательство и, скажем так, разъяснить те или иные позиции по принятию решения о создании или не создании отделения спортивной подготовки. Что меняется в жизни тренеров-преподавателей? В жизни тренеров-преподавателей поменяется то, что теперь их, скажем так, для детей, которые будут переведены в отделение спортивной подготовки, у них их тренировочный процесс будет осуществляться соответственно с федеральным стандартом спортивной подготовки, который действует на территории всей Российской Федерации. То есть вы понимаете, что плавание тренируют по одному стандарту от Калининграда до Владивостока. А программа доп. образования пишется учреждением, и там есть вариант варьироваться по часам, по каким-то комплексным упражнениям. В случае спортивной подготовки такого нет. Спортивная подготовка предполагает присвоение разряда, программа дополнительного образования не предполагает присвоение разряда. Как услышали у вас артубинские тренеры-преподаватели? Да, да, услышали. Я думаю, работа будет продолжена в этом направлении. Новый год все ближе. В Ахтубинск уже прибыл Дед Мороз. Он привез с собой подарки, которые вручают детям согласно их письменным просьбам. Что дети пишут? Ну, я же вам не скажу, это секрет. Ну, а вы что пишут? По-разному. Пожелания у них замечательные. Даже компьютеры, даже самокаты и велосипеды заказывают. Вот как. Дед Мороз посетовал, что прибыл в Ахтубинск и чуть не растаял. На улице стояла теплая для конца декабря погода. Когда собирался в благословенный город Ахтубинск, то все спешил, спешил, и посох свой сильный, морозильный в тереме забыл. Вот и пришлось Снегурочку послать в терем, чтобы привезла посох. Вот привезет, тогда и будет у вас и снежок, и ледок, и санки, и лыжи, и коньки, и все, что вы хотите. Ну что ж, на улице подморозило. Видимо, Снегурочка вернулась с посохом доброго зимнего волшебника. Всем хорошей рабочей недели и до встречи.